Ассамблея народа Казахстана с 2015 года проводит общереспубликанскую акцию «Караван милосердия». Но в этом году жителей страны привлекут к благотворительности необычным способом. Каждый месяц будет носить название одной из казахских традиций. Мы хотим еще в процессе проведения благотворительных мероприятий познакомить народ Казахстана, познакомить представителей других этнических групп с теми обрядами и обычаями, которые в казахском народе существуют, существовали именно связанные с традициями благотворительности. Представители АНК считают, что такой своеобразный календарь благотворительности познакомит жителей с казахскими традициями и поможет оказать внимание не только нуждающимся, но и просто жителям страны. К примеру, февраль станет месяцем помощи социально уязвимым слоям населения, а июнь будет направлен на добрые пожелания студентам и выпускникам школ. Это очень хорошо, что это увязано с традициями, что у нас есть фундамент. Нам говорят, на что надо опереться, от чего толкнуться, а дальше думайте сами, что и как вы собираетесь делать. Какие-то традиции нам надо возродить. Вот апрельская вся программа, АСАР, так называемая, трудовая помощь. Ну, может быть, в сельской местности это еще как-то и есть, но в городах не очень сегодня. На встрече члены АНК рассказали, что даже просто благодарность – это уже благотворительность. Также Лилия Саркисян отметила, что студенты вузов в качестве волонтеров могут активно участвовать в акциях. На сегодняшний день одна из задач, в том числе и Ассамблеи народа Казахстана, это как раз сделать внутреннюю жизнь, внутренний культурный код каждого этноса, который живет в Казахстане, ближе друг к другу. Всего в Казахстане за 2018 год прошло почти 9 тысяч благотворительных мероприятий, а помощь смогли получить 400 тысяч человек. В этом году акцию «Караван Милосердия» планируют сделать более масштабной и духовной. Манарбек Осколов, Камила Салкомбаева, РТН.